МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Два джокера по бокам и червовый туз в центре. Вы видите? Карты настоящие. Карты настоящие. Вы тоже. Прекрасно. Значит, трюк выйдет. Я прошу вас сейчас, внимательно взглянув на них, взять и положить, не переворачивая на стол, на стол червового туза. Попробуйте. Положите его. Хорошо. Мы все остальные карты убираем в карман. Скажите мне, как вы считаете, если эта карта изменится? Вас это удивит? Это меня шокирует. Это просто не просто, это у вас взорвется крыша. Хорошо, попробуйте. Она не изменится. Какую вы взяли? Вы точно, вы уверены? По крайней мере, вы видели его посередине. Попробуйте его перевернуть. Вы знали, да? Червовый туз у меня. Я шокировал. Я шокировал, честно. Вы брали одну, оказалось, что вы взяли совершенно другую карту. Джокер. У меня джокер в руках. На самом деле, вы брали действительно туза червового. Просто пока он лежал, он незаметно для вас заменился. Хорошо. Будем вместе с нашими дорогими зрителями учить данный фокус. Для этого нам нужна будет специальная карта. Карта вот такая вот, с кармашком. Как ее изготовить, сейчас я вам объясню. Мы берем одну карту, вот таким вот образом. Допустим, для контрастности туза уже, да? Кладем вот так, чуть-чуть наискосок. И подклеиваем вот здесь по линии скотчем тоненько. Для чего? Чтобы она легко вот так вот пролай поворачивалась, да? Туда. И закрывалась. Таким образом готовим заготовочек. Как кармашек, да. Вот такой вот у нас, вы сейчас увидите, вот так вот у нас это вот здесь и выходит. Видите, скотч. Я прошу поближе, да, чтобы его видно. У нас есть линия скотча, которая заклеивает так туда. Отделяет две карты. Видите, создается полная иллюзия даже вот так, что карт действительно три. Хотя на самом деле их две. Мы одну карту специальную, один джокер, да, мы кладем вовнутрь этой карты и накрываем вот таким вот образом. Получается, что у нас два джокера и туз. А что с этим тузом делать? Этот туз у нас хранится в кармане, внутреннем, внешнем или еще где-где-где-нибудь, да? Куда мы будем убивать остальные карты. В данном случае его сохранять не надо, он сохранен уже у меня заранее. Это называется сейв в игре, да. Вот, мы демонстрируем зрителям три карты. Две вот такие вот и посередине червовый туз. Любовь, сердце, красный цвет, видите, все. Далее мы просим зрителя, в данном случае это Денис, выбрать у нас туза. Денис, конечно же, уверен. Секундочку, ручки, секундочку. Денис видит у нас туза и он уверен, что он берет именно его. Денис берет, потому что он по центру, да, находит у нас. Кладет. У нас остаются две карты. Мы их кладем в карман, оставляя нашу секретную карту там. Пока все смотрят на ту карту, которую выбрал зритель, мы достаем обратно туза уже с волшебной картой. Вот и все. Оказывается, все очень просто. Все очень просто. У нас есть три карты, еще раз. Да, у нас есть три карты. Мы делаем какую-нибудь волшебную тасоночку. И одна волшебная карта, вот это самое главное. Волшебную, да. И что у нас происходит? Происходит все очень просто. У нас происходит туз, который мы берем, трем и оп, у нас уже Джокер. Джокер. И в принципе, если взглянуть, да, у нас остаются одни Джокеры. Но если мы внимательно посмотрим, на самом деле вокруг только одни тузы. Все, Виталий, прекращайте. Ничего личного. С утра слишком много информации. Спасибо огромное, Денис. Тренируйтесь. Спасибо вам, Виталий. Академия Большоства у нас в гостях каждую пятницу. Но если вы что-то не уследили и не запомнили, www.stsdfistovia.md поможет вам все вспомнить и повторить вместе с нами. Ну а далее сюжет. Не переключайтесь.